Я хотел бы поделиться некоторыми своими мыслями, скажем так, в догонку к истории с хромоборцами в Екатеринбурге. Но прежде всего хочу отметить, что появилась полковая статья Дмитрия Соколова-Митрича, которая отвечает на наиболее часто возникающие у людей в связи с данной темой, с данным конфликтом в Екатеринбурге вопросы, в том числе и про фейк, про то, что там якобы под видом храма будет строиться торговый центр. В общем-то в этом материале хорошо все разобрано, ссылку на него я укажу в описании. А сейчас я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о тех комментариях, которые я получил к моему предыдущему ролику на данную тему. В этом ролике я высказывал такую мысль, что добиваться каких-либо целей, которые ты считаешь благими, сознательно нарушая закон, это нехорошо. Вот эта, казалось бы, очень простая мысль, она встретила большое категорическое несогласие со стороны довольно большой части комментаторов, ну собственно говоря, всех тех, кто так или иначе поддерживает вот эти храмоборческие митинги в Екатеринбурге. И не только люди неверующие, но и те, которые считают себя верующими, православными, тоже мне писали, что в общем про какие-то законы говорить, что вот мол, когда вот людям очень хочется, тогда можно на законы и наплевать. Потому что людям-то хочется, и у них нет другого пути, как добиться того, что им хочется. И в эту убежденность высказал там ни один человек, ни два, то есть это нечто само собой разумеющееся. И, конечно, это, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует все наши проблемы общественные, политические, государственные, народные и так далее. Это все растает отсюда. То есть из убежденности, что на самом деле, когда мне хочется, на закон можно наплевать. Когда ты понимаешь, что вот это сидит в людях очень глубоко и считается чем-то само собой даже разумеющимся, то ты понимаешь, откуда у нас и власть такая, откуда у нас и олигархи такие, откуда у нас и коррупция, откуда у нас и все остальное. Ведь по этой же логике-то действуют все. Если, скажем, некий молодой человек считает, что ему закон не писан, когда ему хочется, он может делать все, что угодно, то если этот молодой человек станет властью, как там вот эти молодые люди кричали, вот эту кричалку, мы здесь власть, да, вот станут они властью. И что, вы действительно верите, что они скажут так? Вот раньше, когда я не был властью, я был обычным человеком, я мог плевать на законы, но теперь я стал властью, и уж теперь-то законы я буду чтить и соблюдать, да? Любого из этой толпы возьми, поставь во власть, и будет все то же самое, если не хуже. Ведь если у нас считается, что когда очень хочется, то на закон можно наплевать, то почему и власти нельзя плевать на закон, если очень хочется? По олигархам почему нельзя плевать на закон, если им очень хочется? Не потому ли у нас и так все происходит, да, что кого не выбери, какой человек не получит должность, а картина общая в результате одна и та же, если не хуже? Ведь богатые олигархи и власть, она же не с Марса прилетела, не с какой-то другой страны приехала, с какого-то другого народа. Она вот из этого же народа и вышла, из народа, который убежден, потому что можно плевать на закон, если тебе очень хочется что-то сделать. И считается нормальным совершать даже публичное беззаконие ради достижения вот того, что я хочу. Ну вот здесь, в общем-то, простой, что нужно начинать с себя исполнение закона и уважение закона, даже тогда, когда закон не нравится. Но начинать с себя никто, разумеется, не будет, так и все будут кивать друг на друга, вот пусть они сначала начнут, потом уж мы подумаем, будем ли мы уважать закон или нет. И в этой ситуации, в общем-то, впечатление весьма пессимистичное, потому что ситуация безвыходная. Пока такое в голове у каждого или у значительной части, у большинства жителей, никаких предпосылок для принципиального изменения, улучшения ситуации нет и не будет. Ну, конечно, и раньше, и в прежние века было, скажем так, такое отношение в народе к закону, не столь строгое, как у некоторых других законов. Но в те века у людей было, так сказать, по крайней мере, понятие закона Божия, страх нарушить заповедь Божия. А у наших современников понятие о законе Божием вообще никакого. Наземной закон плюют, осталось только «я хочу». И что вот нас ждет, нашу страну, наше общество при таком подходе, я думаю, нетрудно догадаться.